Продолжаем выпуск. Башар Асад появился на публике. В своем первом за много недель телевизионном интервью президент Сирии с гордостью отозвался об армии и употребил слово «чистка» применительно к своим противникам. Между тем, по мнению многих наблюдателей, этническая чистка – это то, что угрожает Сирии в случае победы любой из сторон конфликта. За ситуацией в Арабской республике следит Алексей Бобровников. Башар Асад чувствует себя увереннее, чем обычно. Или делает вид. Сегодняшнее интервью для сирийского государственного телевидения – одно из редких появлений Асада на публике. С момента теракта, унесшего жизни четверых его ближайших соратников, президент еще ни разу не выглядел столь оптимистично настроенным. Асад отверг предложение по созданию буферных зон, которые позволили бы эвакуировать беженцев и раненых. Это решение предусматривало бы запрет полетов над такими зонами. Для режима Асада подобное развитие событий означало бы потерю контроля над частью страны. Я объясню очень коротко одним предложением. Мы наступаем. Практически ситуация улучшается. Асад вот уже второй раз произносит слово «чистка». Две недели назад он призвал зачистить страну от террористов. Сегодня это слово было употреблено в еще более угрожающем контексте. Хороший человек и националист не восстанет против своего народа. Мы делаем хорошее дело. В первую очередь то, что происходит – это чистка нации. Асад появился перед телекамерами на следующий день после крупного теракта в Дамаске, унесшего жизни 12 человек. Этот взрыв произошел на похоронах погибших в результате других террористических атак. Этнической чисткой, происходящей в Сирии, называют обе стороны конфликта. Режим Асада становится все более жестоким, а террористические атаки против него все более частыми. Многие наблюдатели связывают взрывы с деятельностью аль-Каиды, подразделения которой поддерживают повстанцев. На сегодняшний день более миллиона сирийцев были вынуждены покинуть свои дома. Большинство из них при этом остаются в стране, происходящее в которой обе стороны конфликта упорно отказываются называть гражданской войной. Только в Турции ожидают увеличение числа беженцев до 200 тысяч. Это больше, чем может принять соседняя с Сирией страна. «Мы увеличили число лагерей для беженцев, но сколько бы мы их не построили, до тех пор, пока удары с воздуха будут продолжаться, тактика обстрела городов с удаленных огневых позиций, как было в Боснии, будет вынуждать все большее число людей искать приюта в Турции». Многие обвиняют в происходящем режим Асада, но некоторые наблюдатели смотрят дальше. В случае победы повстанцев никто не дает гарантии того, что христианское и другие религиозные меньшинства в Сирии не будут изгнаны из страны. «Христиане в Бейрут» – такие лозунги уже звучали в рядах свободной армии Сирии, воюющей против властей. Подобное происходило и в Ираке после свержения Хусейна. Аналитики полагают, когда режим железной руки в Сирии сменится правлением сунницкого большинства, страну могут ждать новые беды.